С вами Борис Тенцов и программа «Контакт» – «Контакт по понедельникам». Я единственное напомню, что «Контакт по понедельникам» – это для тех, кто понимает, что жизнь в она интересна и неповторима. А главное – для тех, кто любит жить, кто ставит перед собой цель и достигает ее. И у нас сегодня, как всегда, тоже человек, гость, с которым у нас есть о чем поговорить, поскольку жизнь этого человека, она разнообразна, полна всякими идеями. И в то же время этот человек работает, утром идет на работу, вечером возвращается, но успевает много-много интересных дел сделать в течение вот этого промежутка, который называется день, неделя, год. То, что мы обычно часто не замечаем, и оно пролетает мимо нас совершенно незаметно. Итак, Зина Коновалова. Здравствуйте, Зина. Здравствуйте, Борис. Вот мы с вами ехали в дороге, разговаривали, и вы рассказали столько, как бы, интересных вещей. Прежде всего, где вы работаете? Вот вы утром отправляетесь на работу. Где? Это система транспортного управления города Нью-Йорка, метропавтом транзита Торицы. И я инженер и работаю в инженерном департменте этого огромного-огромного управления. А вы не чувствуете себя там вот такой маленькой, такой затерявшейся песчинкой среди огромного метроасссорителя, как там его обозвать? Вы знаете, песчинкой я себя никогда не чувствовала. Я, в общем, довольно крупный человек. Вот. И в социальном плане я себя никогда песчинкой не чувствовала. Я человек, и я есть то, что я есть. И старалась всегда к чему-то прийти, достичь какой-то, ставила цели, пыталась их достичь, как удавалось, насколько удавалось. И песчинкой? Нет, песчинкой не было. Вы влечились? Нет, я не знаю. Тогда объясните мне. Я знаю, что в вашей большой-большой, наверное, действительно большая организация, работает много русскоязычных людей. Правильно? Ну, по нашим приблизительным подсчетам в районе тысячи человек работают. Тысячи человек? Да, в системе. И вдруг я узнаю о том, что у вас есть клуб, русский клуб. С одной стороны, это интересно, с другой стороны, я хочу понять, для чего это все? Как это вдруг возникла такая идея? Почему нужен русский клуб? Для чего это метрополитене, который, в общем, правильно метрополитен, да, или метро? Как надо правильно говорить? Как называется? Вообще сабвей. Сабвей. В Москве это был метрополитен. В каждом городе, в Европе, там по-разному называется. Удивительно, но нету ни единого названия. Underground. Underground, да. В разных городах, в разных странах, по-разному. Как эта идея появилась? Мы работаем среди очень большого количества разных этнических групп. Вот в системе нашего транзит-наторитета очень много. Ну, перечислять даже китайских, индусов очень много, гаитяне, ну, я могу перечислить, наверное, все народы мира. Город Нью-Йорк, он, как сказать, типичный эмигрантский. Да, типичный эмигрантский, очень много этнических групп. И эти группы видны. Знаете, они о себе дают знать. Они как-то кооперируются в комьюнити. То есть, вы хотите сказать, что все знают, что они существуют? Конечно. Они живут, они как-то что-то происходят. Они устраивают, когда какие-то праздники, там, национальные, этнические, они устраивают какие-то сборы. Причем для всех, где открыто, это не так, что, допустим, индийский праздник. И надо обязательно приходить только с точкой на голове. Нет, нет, ну что вы. Они наоборот, они очень рады, когда к ним приходят и познают часть их культуры. И не было русских. Вот русских. Русский – это определение по языку и культуре. Мы различные национальности. Это могут быть и евреи, это могут быть украинцы, это россияне. Безусловно. Абсолютно. У нас нет национального какого-то признака. Русский – это значит язык и культура. Мы выходцы из русского языка, из русской культуры. И не было видно, что есть вот такая большая группа в системе транзита, которая действительно образованная, очень успешная. Никто не знал. Ну и работают, и работают там. И мы друг друга не знали, что самое главное. Ну, видели там, видели, что, наверное, это наш. Но были незнакомы друг с другом. Узнаем, но, вы знаете, не будешь вот так приставать к человеку просто. Мы друг друга не знали просто. Я вспомнил один маленький такой эпизод из жизни. Из жизни снабженцев в бывшем Советском Союзе. Человек, который занимался снабжением, он говорил на… Он был еврей. И ему часто приходилось из других городов чего-то добывать для своего завода. Вот он поднимал трубку, звонил куда-то там далеко. Например, он жил в Орле, а звонил он куда-то там в Новосибирске или куда. Но ему надо было найти общий язык. И он начинал так. Ты Аид? Если тот человек отвечал, что ты сказал? Ничего, все нормально. Если же тот отвечал, что ты Аид, он говорит, о, понимаешь? Ему легче было разговаривать. Были свои люди. То же самое мы, когда видим русского человека где-нибудь. Свои люди, правда. Нам хочется спросить, ты русский? Все. Если человек, что… Вне зависимости от его национальности. Не вне зависимости. Но мы все выходцы из одной культуры. И мы чувствуем какую-то вот тягу друг к другу, единение. И вот организовав этот клуб, первая наша акция, так скажем, была обычно в районе Нового года, там на Крисмос. Все этнические группы устраивают свои национальные ланчи, приглашают другие группы. Для всех это открыто. И вот мы организовали такой ланч. Там у нас зал, это на Бродвее, у нас большой офис, очень высотное здание. И на высоком 20 этаже зал довольно большой. Это не проблема заказать зал? Вы знаете, это проблема. Этническим группам, вы знаете, было очень интересно. Ну, наверное, я не знаю, или какие-то персональные, может быть, просто к нам хорошо относятся. Другие этнические группы, они в маленьких таких конференц-рум это устраивали. А когда пришла наша пора, я решила, знаете, ну там 150 человек, наверное, нам хватит. Ну, мы еще не знали, какой будет отклик на наше предложение. И мы организовали ланч перед Новым годом, перед Крисмосом, обычно здесь принято это. И просто по компьютерной связи разослали приглашение для всех. А то есть это не было только в этом здании, которое работает? Это были люди из других каких-то мест? Мы пытались как можно больше охватить всех, и русскоязычных, и нерусскоязычных. И такой был отклик совершенно более всего, что мы ожидали. И сколько человек откликнулось? Вот интересно. Ну, первый раз человек 120 у нас было. То есть зал еще пока вмещал? Пока еще вмещал, да. А у нас эта традиция... Это было сколько лет назад? Это пятый год традиция наша. В этом году будет пять лет. Пять лет, да. И вот последние где-то три года люди знают заранее, и русские, и нерусские, язычные, русскоязычные я имею в виду. Они знают о том, что очень большой спрос, и поэтому заранее все это... И даже нет обид, если они приходят, я говорю, извини, но я показываю списки, невозможно. Зал, ну, даже в самом лучшем случае, там ставят стулья по периметру, не за столом. А что там такое происходит? Там концерт, танцы, ну что, или еда какая-то особая? Значит, особая наша еда, конечно. А, еда русская, да? И вот все этнические группы... Вы сами готовите, что ли? Мы не готовим, мы заказываем, конечно же, в русских, хороших очень... Но именно русскую еду, да? Она русская, она сугубо русская, она специфическая, мы... У нас уже отработанное меню первое, знаете, все с опытом приходит. Я надеюсь поднять аппетит нашим зрителям. Ну, конечно, пирожочки, конечно, разные салаты, там, русский стиль, икра красная, ну, на черном мы еще не тянем материально, красная икра, блины, торты совершенно замечательные. Ну, знаете, у нас... Ну, хорошо, аппетит уже плюс. Уже есть, можно завтракать. Вот, и сейчас, значит, помимо этого, вот этой вот очень вкусной программы, мы ставим там самовары, в общем, чай, кофе, естественно. Помимо этой программы, опять же, с опытом нашим к нам пришло, что, ну, что же мы поели, ну, там речи, безусловно, приходит верховное начальство, рассказывает, какие мы русские необыкновенные, что действительно, и, наконец-то, все это громко в голос произнесли, а то было только, ну, что там, где-то они есть, а вроде бы их и нет. А последние годы у нас концерт идет. А, то есть есть... Вживую. Уже теперь есть... Есть, да, среди наших, опять же, наши исполнители, наши инженеры, которые исполняют, люди увлекающиеся, которые с большими интересами, там, флейта, и есть певец, он, правда, не русскоязычный, но певец, и в этом... Исполняют, но исполняют русские вещи? Русские. Русские романсы, там, ликвы. На русском языке совершенно замечательно. Это он специально подготовил... Он... А откуда он сам? Американец коренной. Американец, который уже интересовался. Да, я даже не знаю его этнические корни, я не знаю, итальянские или ирландские, но он совершенно американец. Он предложил вам себя исполнять русские романсы? Опять же, потому что мы теперь объединены, и мы знаем друг друга, то есть члены клуба русского, в разных департментах. Это было бы невозможно без вот этого объединения, без нашего клуба русского. А теперь мы знаем друг о друге, мы объединены, мы общаемся, мы помогаем друг другу. Вы как-то имейлами общаетесь или телефонами? Телефонами, по-разному. Вы знаете, это и на персональном уровне, люди просто помогают друг другу. Вот, допустим, кто-то что-то, ну, покупает квартиру, а кто-то купил недавно, кто-то услыхал, позвонил. Вы знаете, это очень большое дело, это помощь. Вы считаете, сколько человек, вот, как бы, входит в состав этого клуба вашего? Ну, у нас где-то человек, наверное, 600-700 есть. А зал-то на 150, а если вдруг все хотят пойти? Ну, вы поймите, что у нас люди находятся в разных помещениях, ведь по всему городу и мастерские ремонтные, и депо разбросаны. А это ланч, и они не могут на этот ланч прийти. А, понятно. И только белые воротнички приходят? Нет, не только белые воротнички, синие комбинезоны иногда тоже. Но те, кто могут себе позволить в данный момент, вот. А, в принципе, мы сами, только русские, это мы уже не приглашаем другие группы этнические, мы устраиваем сбор в русском ресторане, вот тогда только свои собираются. Это помимо вот этого ланча? Да, да. В другой какой-то день, другой праздник или что? Другой день, без праздника. А как часто вы собираетесь? Ну, не очень часто, хотелось бы чаще. Но у нас помимо, это же не только вот сели-поели, вот это вот общение. То есть, может быть, будет такое впечатление у слушателей, зрителей, что у нас вообще на базе питания все происходит. Ну, я не думаю, что это самый большой криминал. Нет, это не так. Это очень приятно, но это не так. У нас и вылазки куда-нибудь там на природу, у нас очень много было различных мероприятий. А клуб этот имеет какое-то имя, имеет этот клуб как-то его? МТА Russian Club. МТА. Да. Так его и знают, да? Да, его так и знают. А вот когда вы проводите такой ланч, как много людей из других, представителей других этнических групп? Очень много. И могло бы быть больше, если бы зал вмещал больше. И уже знаю... А не может так получиться, что русских останется человек 10 с едой русской, а все остальное будут представители других этнических групп? А вы знаете, что... Как такой фестивальный момент. Я поняла, но вот это именно фестиваль для того, что вот эти ланчи, это мы считаем для пропаганды нас в системе транзита. Поэтому даже если вот так получится, если не придут и там какое-то количество наших русскоязычных не поест в эту минуту с нами, ничего страшного. Ну хорошо, а вы уже ощутили какой-то результат от вашей... От того, что вас узнали. Вот пять лет тому назад этот клуб был создан. И что, это изменило каким-то образом? Вам подняли оклады? Или вас не считали в авиации? Нет, я, конечно, шучу, но в принципе... Оклады нам не подняли, мы не для этого собирались, чтобы подняли оклады. Но мы помогаем друг другу и профессионально. Есть очень большое рациональное зерно в том, что мы делаем. То есть люди чувствуют, что они как бы... И поддержка. Это вот то, с чего мы начали. Маленькая песчинка в огромном, огромной организации. То есть вы хотите как бы убрать вот это ощущение... Да, мы принадлежим. Маленькости, да? Что мы не принадлежим и никто. Мы принадлежим, понимаете? Потому что это же вообще, это образ жизни Америки. В Америке принято, что люди группируются, они принадлежат. Вот мы принадлежим. Вы нашли свою принадлежность. Я так думаю, надеюсь. И вот ближайшие какие-то есть еще мероприятия? Вот вы сказали, что не только главное как бы еда. А что еще? Какие еще какие-то? Как бы клуб на себя берет какие-то еще? Я же говорю, вот летом у нас вылазки постоянно. То у нас рыбалка, то палатки, выезд, то... Есть уже какие-то традиции, да? Нарабатываются традиции какие-то уже у этого клуба? Или он еще в процессе становления? Ну, например, каждый, я не знаю, 1 августа, там, что-то, то-то. Нет, это очень тяжело выработать такие традиции, потому что мы люди все очень заняты, работают в разные смены. Так что вот установить традицию тяжело. Когда там пытаешься собрать, вот какое-то время, это заранее надо объявить, чтобы люди как-то свое расписание в соответствии привели с тем, что мы объявляем. Понятно. Хорошо. Я понимаю так, что вам этого показалось мало. Кстати, а чем была инициатива создания клуба? Знаете, у нас там есть такая инициативная группа людей, которым всегда скучно или, наоборот, всегда не скучно. Вот. И такая небольшая группа, вот она и решила, что нужно это делать. Стали собирать имена русские, просто по спискам организации выискивать. И так потихонечку вот это вот выкристалево за вас в вот этот клуб. Но вот что интересно, я знаю людей, которые, когда мне начинаешь с ними говорить, они говорят, о нет, я не слушаю русской радио, о нет, я не имею русского телевидения. Или там еще, еще, еще. А вы как бы показываете обратное, что люди начинают собирать имена, хотят как-то объединиться, тянутся друг к другу. Объясните, это что, две разные категории людей, о которых мы говорим, те, которые как бы хотят стать американцами и не хотят никаких контактов с русскими, или те, которые, как вы рассказываете, тянутся к своим корням? Вы знаете, вот я тоже сталкивалась с людьми, вот той категории, о которой вы говорите, что мы американцы, я слыхала об этом, мы не смотрим русское телевидение, мы не слушаем русское радио. Мы не читаем русские газеты. Правда, потом у этой категории людей я очень часто видела и русские газеты, и они были... То есть вы хотите сказать, что они обманывались? Они не обманывают, вы знаете... Может они тянутся, может они хотят каким-то образом. Может быть, я ошибаюсь, может быть, я ошибаюсь, но у меня такое вот мое мнение, это сугубо мое мнение, что люди в какой-то степени ущербные. Вот что-то у них не получилось, они не состоялись в чем-то, и они пытаются... Вот мы американцы, а ведь то, что мы делаем, вот это объединение, это и есть американский путь жизни. Ведь Америка, принцип Америки, это объединение по клубам, по этническим группам, коалиции вот такие этнические. Это и есть американский путь жизни. И люди, которые говорят, мы, американцы, мы этого не делаем, они просто не понимают, что такое американский образ жизни, вот и все. Это мое мнение. Может быть, я ошибаюсь, но вот так я вижу. Вам кажется, что это, ну, жизнь немножко делает легче, помогает друг другу, да? Безусловно, безусловно. На разных уровнях. Как на вот таком вот очень сугубо личном, очень маленьком. В моем понимании нет ничего маленького, потому что жизнь каждого человека и каждой семьи это не маленькая. Это очень важно. Ну, ничего, мы чуть попозже включим телефоны, и нам люди позвонят, скажут свое мнение. Может, у них оно с вами совпадает, а может быть нет. Но я понял так, что вам это показалось мало и недостаточно загружено. И я узнаю о том, что вы являетесь членом, и вот это написано, членом коалиции русско-американской коалиции. А это уже не имеет отношения к метрополитену, к метро Сабэйн, нет? Нет, никакого отношения. Абсолютно никакого отношения. Это совершенно другая организация. А что это такое? Русско-американская коалиция – это организация, которая объединила людей, которым небезразлично все, что происходит. Уже как бы выше, над метро, над разными организациями, над всем Нью-Йорком, да? Да, в коалицию входят очень-очень много организаций. Это не только для организаций, это для индивидуалов. Любой человек, любая семья может стать членом коалиции. Ну, я как-то мало слыхал, я не вижу там в прессе, где-то очень много, что вот коалиция добилась, коалиция помогла, коалиция спасла. Или это еще пока до этого не дошло? А коалиция имеет очень много проектов и работает, работает, добивается. Я вам скажу, я много не буду занимать ваше внимание, но вот несколько проектов, над которыми мы сейчас работаем, я вам представлю, объясню, расскажу. Вот, казалось бы, может кто-то скажет это, подумаешь, там один дом. Да, а вот мы работаем, это дом, в котором живут пожилые люди. Это 3031 Вест 25-я стрит. Дом стоит в невыгодном для него положении, там напротив прямо гараж, городской санитейшн. Туда свозится весь мусор, этот мусор пакуется. В общем, эти люди совершенно не имеют покоя. Ночью там грохот стоит этих вот урн. Плюс антисанитария безумная. Там прессуется этот мусор. Мы говорим о Нью-Йорке? О Манхэнне? Нет, мы говорим о Бруклине, даже вот Куни-Айленд, район Куни-Айленда. И в доме в этом живут пожилые люди с очень ограниченным английским, с очень ограниченными понятиями, знаниями правил и законов американских. Они беспомощные. И вот коалиция взяла на себя помочь этому дому, этим людям. Ну вообще, это как-то вызывает меня немножко удивление в том плане, что столько есть разных русских организаций, разных объединений, есть политические деятели. И вдруг потребовалась еще одна коалиция, которая нашла этот дом и помогает ему. А что, все остальные проходили мимо? Не мы нашли его, а они нас нашли. Нас нашли эти люди. Никто не хотел им помогать. Ну и что, теперь ночью этот мусор не убирает? Это что, там тихо стало? Вы не думаете, что это так быстро и легко это сделать. Понимаете, мы, коалиция, эти люди собрали подписи. Мы им указали путь, как бороться. И мы их поддерживаем как коалиции. Они входят как коллективный член в коалицию. То есть, цель этого проекта в коалиции – это помощь людям, которые не знают, куда обратиться или как это лучше сделать, чтобы себя защитить. Я правильно понимаю? Цель коалиции для того, чтобы мы не были стадом баранов, грубо говоря, извините, может быть, это грубо сказано, но чтобы мы шли туда, куда нужно, а не нас вели, как на заклане. То есть, как бы информационная такая. Вот приду я и подпишусь, там, я Зинаида Коновалова. А никто не будет ни читать письма от меня, никто не будет мои протесты воспринимать от личности. А от имени коалиции эти протесты уже услышаны, они слышатся. Окей, какие еще проекты есть? Вот у нас мы разработали программу и подали на государственное финансирование для познавательно-развлекательной программы для детей, послешкольной. Это компьютерные программы, которые любой человек, это на английском языке, может открыть с любого конца даже России. Это как любая компьютерная программа, она читаема с любого компьютера, которая, в принципе, была бы очень дешевой. Это очень интересная программа по образованию, для того, чтобы школьники не болтались после школы, чтобы они были заинтересованы, чтобы они почувствовали, что они смогут заработать. И для того, чтобы это было общее развитие повышенное. Но мы опять говорим о компьютерах. То есть мы опять усаживаем наших детей за компьютерами. Нет, нет, не только компьютерами. Потому что наоборот мы стараемся. Программа предусматривала вот этих вот детей, которые в системе городов, допустим, в Нью-Йорке, что они потом должны были как клубами кооперироваться, эти дети, быть вместе. То есть в нешкольное время. Мы хотим увезти детей от улицы, для того, чтобы вот это то, что мы называем prevention, не допустить. А скажите, пожалуйста, вот вы говорите, увезти детей от улицы. С другой стороны, мы говорим, надо детей убрать от компьютера. А куда же их девать, бедные дети, им не на улице, им не на компьютере. Ведь на компьютере можно открывать разные страницы и разные адреса на компьютере. Почему это компьютер? Понимаете? Нет, так вот для того, чтобы они открывали то, что им будет полезно, и их в правильное русло этих детей направить. Вот о чем идет речь. Потом вот у нас вот такой, например, защита прав жильцов от 1717 Авенюэн. Это дом кооперативный, и там менеджмент повышает совершенно дико цены на проживание этих членов кооператива, не давая никакой отчетности, никаких материалов. И тоже эти люди давно бьются, они пришли к нам в коалицию за помощью. И мы от имени коалиции помогаем и защищаем, и направили куда. У нас ведь и лойеры есть, и листы. Скажите, а у вас есть какие-то культурные программы? Ну, такие, которые бы действительно были для всей русской, русскоговорящей комьюнити в Нью-Йорке, штата. Вы что имеете в виду под культурные программы? Ну, я не знаю, какой-то фестиваль культурный, какой-то вот, вот смотрите, у вас есть клуб, например, в Subway Metro Нью-Йорка. Там, ну, как бы, вы не касаетесь вопросов, кто как живет, чего вы, стараетесь вот какие-то там концерты провести, еще что-то такое, как бы, чтобы больше узнали русскую культуру. Это локально, маленький такой клуб. А вот коалиция, большая коалиция, у них же больше должны быть возможности для пропаганды, или как это называется, не только я говорю русского, а вот еврейского. Это, кстати, русско-американское. Вот это вот немножко, меня всегда, мне всегда хочется спросить. Русско-язычных с культурой, с русской культурой, вне зависимости от национальности. Мы открыты для всех национальностей. Опять же, объединение по двум принципам. Русский язык, культура и эмиграция. Но вот если завтра вы будете делать фестиваль, например, русского искусства, что это значит? Вы знаете, о фестивале пока речь не идет. У нас так много серьезных дел, которые мы должны... Социальных. Социальных. Это прекрасно культурные мероприятия устраивает. Но, во-первых, для них нужно много денег. А у нас никаких субсидий нет ведь. Ведь коалиция, это организация, которая не имеет никаких... Это non-for-profit организации. Не имеет субсидий. И, в общем-то... А как же вы можете... Чтобы даже написать письмо, человек должен потратить время. Должен напечатать. А вот вы знаете, у нас волонтеры. Вот люди, которые энтузиасты. У нас энтузиасты. Вот кто-то, кто хочет помочь, входит в коалицию, он отправляет письма, наклеивает марки за свой счет. Энтузиасты. Мы живем на энтузиазме. И вот я хотела, знаете, о чем... Вот поговорить. И, собственно, я обращаюсь с просьбой, с призывом. Нам нужны люди. Нам нужны молодые спортсмены. Нам нужны инвалиды в колясках. Пожилые. Любых национальностей. Это может быть русские евреи. А для чего? Для чего они люди? Я вам скажу. Потому что объединившись, вот, легче влиять на политиков. Ведь мы выбираем политиков, мы их выбираем, правда же? А потом мы должны заставить их делать то, что для нас, ведь мы их выбрали. Очень часто, к сожалению, это уходит в сторону. И те, кто выбирает... То есть, в конечном итоге мы опять идем, мы сворачиваем на политическую улицу, да? А мы, к сожалению, ничего не можем получить. Вот даже субсидии для этой программы, для детей, мы не можем получить без поддержки политиков. Не потому, что мы хотим иметь с ними дело, а потому, что иначе нет другого пути. Под достижение своих целей. Мы специально с вами, как я специально заговорил вначале о клубе русском. Вот мне интересно, вы показали себя, показали, что вы существуете в рамках метро Нью-Йорка, Саввэй. Как-то руководство на вас обратило внимание? Руководство... Если вы сегодня придете к руководству и что-то предложите или попросите, как вы думаете? Оно пойдет вам на встречу? Я думаю, к нам прислушиваются, безусловно. Там вы не занимаетесь политикой, там вы никаких профсоюзов, политикой, ничего вы не участвуете. Там есть профсоюз, мы не профсоюзная организация. Вы никак не участвуете, да. А вот здесь, в коалиции, вы все-таки считаете, что надо задействовать политические рычаги. Надо влиять на них, надо добиваться своих целей, нажимая на эти рычаги. То есть, мне кажется, немножко есть здесь противоречия. То есть, как бы коалиция, вы хотите людей, вы хотите, чтобы люди пришли к вам. Но вы, наверное, должны какие-то такие мероприятия, что-то такое делать, чтобы люди тянулись к вам. Ну, если вы помогаете одному дому, это прекрасно. Но вы звучите очень серьезно. Русско-американская коалиция. Это что-то такое глобальное. Глобальное, я вам скажу. Вот программа SOS Foundation, это действительно, мы чувствуем, это дискриминационный акт города против русской комьюнити. Это единственная программа по предотвращению наркомании и алкоголизма, которая была в городе Нью-Йорке, на русскоязычная. Со спецификой русской культуры и понятий эту программу совершенно безосновательно закрыли. И вот коалиция взяла и эту организацию под свой зонтик, под свою опеку. То есть работа с ребятами, которые... Добиваемся того, что не с ребятами, мы добиваемся, чтобы эта организация SOS Foundation получила обратную программу и могли помогать тем, кому это необходимо. Уважаемые телезрители, мы сейчас сделаем, мы сейчас сделаем с вами небольшой перерыв. И после рекламы мы продолжим о том, чем человек может увлекаться и как себя может проявить в жизни, которая, в общем-то, вокруг него бурлит. Оставайтесь с нами. Доктор Сэм Вайсман Добрый день, меня зовут Мария. Я родилась в России. Компанией Арнольда Лауба я представляю русских клиентов. Я работала юристом в России. Теперь я работаю в юридической фирме Арнольда Лауба. Если вы нуждаетесь в юридических услугах, мы будем рады вам помочь. Звоните нам по телефону 1-800-338-5282. Это я, 50 лет назад. Ах, как летит время. Старинные друзья, прощение с Родиной, перемены, плохое самочувствие. Были проблемы, но не сейчас. Я нашла свой секрет молодости и здоровья. Центр Аквахелф. Я не чувствую возраста, только легкость, отличное самочувствие и радость полноценной жизни. Аквахелф. Профессионал хорошего самочувствия. Курочка, ты готова? С вами Борис Тенцер и мы продолжаем передачу «Контакт» в программу «Контакт по понедельникам». У нас сегодня в гостях Зина Коновалова и мы ведем разговор о том, как человек может разнообразить свою жизнь, как он может сделать ее интересней. Вот Зина рассказала о том, что она была одним из инициаторов группы, которые создали русский клуб в управлении метро города Нью-Йорка. И как этот клуб, в общем-то, сегодня уже пятый год существует, и людям от этого стало теплее жить. Мы поговорили о том, что есть такая коалиция, в которую тоже Зина входит, русско-американская коалиция. И в конце передачи я скажу телефон, по которому вы сможете связаться с этой организацией, если у вас потребуется для этого. Но вы знаете, в жизни каждого человека есть еще что-то такое свое. Ну, очень, как мы говорим, private, личное. Когда человек имеет свое хобби, которое выражает его, любит чем-то заниматься. У каждого человека есть. И мне было очень интересно узнать, что человек настолько разносторонний, вот в данном случае Зина, с одной стороны, как бы клуб и участие в коалиции, а кроме того, есть еще какие-то вещи, которые она любит сама и делать, и сама коллекционировать. Зина, скажите, пожалуйста, вот сейчас мы увидим несколько таких вещей, которые присутствуют в вашей жизни. Вот сейчас мы попросим показать первую вот такую экспозицию у нас на столе, прекрасную. Маленькие, такие симпатичные, симпатичные зверюшки. Вот, это собачки, да? Собачки. Вот мы видим сейчас на экране. У меня коллекция собачек. Начинает с маленькой, маленькой. Вот видите, такие они все. Скажите, пожалуйста, это ваше хобби? Ну, не так, чтобы хобби, но увлечение маленькое, так скажем. А когда, как это все произошло? Почему вдруг в вашей жизни вот вы стали собирать собачек? Знаете, собачка, это, по-моему, символ дружбы. И когда я уезжала, эмигрировала, моя самая близкая школьная подруга, она на прощание подарила мне маленькую каменную собачку. И сказала, я не смогу быть очень долго с тобой рядом, а вот эта вот собачка, это я рядом с тобой. И вот это положило начало вот этой коллекции. Потом как-то спонтанно, потом друзья мне начали дарить. Вот это, например, вот эта очень дорогая у меня композиция для меня. Это три собачки, да? Да, три собачки. Это... Мама с двумя щенками. Моего отца, близкий друг, и мой отец спокойный, к сожалению, ныне этот человек уже, его нет в этом мире, подарил мне уже, он был в очень тяжелом состоянии, он получил последний его подарок, и это большая память для меня, и очень дорожу этими собачками. И вообще мои друзья куда-то едут, они привозят собачек, не зная. Это как, наверное, символ дружбы, я так думаю. А это как-то тоже украшает жизнь. Нет, вы знаете, одну секундочку, я попрошу сейчас наших телезрителей записать телефоны, которые появятся сейчас на экране, и будет очень интересно, если вы тоже расскажете, чем вы разнообразите свою жизнь, в каких организациях как бы вы участвуете, успеваете ли вы это сделать, а может быть вы хотите создать какую-то организацию, у вас есть вопросы к зиме, или вы хотели бы посоветоваться, как бы свою жизнь сделать интереснее. Поэтому, пожалуйста, сейчас на экране вы увидите номера телефонов, не торопясь, запишите их, пожалуйста, они будут какое-то время на экране покажут. А мы с вами продолжаем. Да, вы говорите, вот собачки, казалось бы, это как-то делает жизнь интереснее, украшает жизнь. Вот вы получаете подарок, это доставляет вам удовольствие, радость? Я радуюсь, конечно, я радуюсь этому. Как долго вы радуете? Ну, потом я долго смотрю, ну, долго смотрю, я потом, это у меня остается ведь, и каждая вот связана с каким-то человеком. Это память о человеке, о каком-то событии, о месте. Я когда езжу куда-то, я покупаю тоже сама себе этих собачек. И это напоминание, это память, это хорошая память очень. И, наверное, приятно то, что вот ваши друзья, ваши знакомые, они как бы помнят о вас, и когда они куда-то отправляются, во-первых, вы им упрощаете жизнь, немножко. Они хотят вам сделать подарок, они вам хотят сделать приятное, и вдруг они, ну, не вдруг, а вообще помнят, Зина собирает собачек. Поэтому у них все понятно. Им надо найти собачку, которую принести вам. Приятно вам, приятно им, и вообще это, как вы говорите, память. А вот такая очень симпатичная, очень симпатичная собачка, красная, да, с шапочкой. Это память... Я не встречал никогда такой собачек. Память о Венеции. Я когда была в Венеции, увидела крошечную такую мастерскую, где человек работал со стеклом, он делал изделия из стекла. И собачек не было в витрине у него, а были там разные всякие изделия, зверушки. Я подошла и спросила, мне очень... Я собираю собак, ты можешь мне сделать собаку? Говорит, если есть полчаса времени, я сейчас сделаю. Он при мне ее сделал, эту собаку. Вот. Так что тоже, видите, своеобразная память. И что у вас таких уже есть собак? У меня более 200 собак дома. Большая псармя. А живая собака? Вы знаете, у меня в детстве, в юности были собаки. А сейчас, к сожалению, это такая ответственность. Может быть, тогда я была... Не понимала всю меру ответственности, могла себе позволить. А сейчас хотелось бы, но... Ведь это член семьи, нужно очень много времени, внимания, уход. Я понимаю это и не беру на себя эту ответственность. Я очень люблю собак. Наверное, столько есть разных коллекций, и люди собирают. Может быть, кто-нибудь из наших зрителей позвонит, скажет какой-то такой необычный. Вообще коллекции, которые собирают, очень интересно. Но есть еще одна вещь, которая тоже мне показалась интересной. У меня вот в руках... Сейчас я поставлю это здесь, что это было рядом, и мы будем показывать. У вас действительно много времени, наверное, нет? К сожалению, меньше, чем хотелось бы. Вот такая вот... Это так удобно? А, вот так вот сделаем. А, вот так, да? А, вот... Нет, давайте я... Хорошо, ладно. Такой. О, ну ничего, одна есть и ладно. Одна есть и ладно. Видно так? О, вторая. Это серьги, да. О, вот я держу. Это серьги. Вот, это... Это я делаю сама. Это вы делаете сама. Сама делаю. Скажите, вы делаете это в таких коробочках, вы хотите их продавать, или вы зарабатываете деньги этим? Нет, коробочки только потому, что я принесла сюда в коробочках, удобнее показывать их. Это тоже серьги, их наоборот перевернуть надо. Наоборот. Коробочку вот так, да. А, вот так, о, видите, я не ношу серьги, поэтому... Я делаю для себя, для своих друзей, просто мне доставляет удовольствие процесс творчества. А, и вы делаете тоже подарки своим друзьям? Да. Спасибо. Мне очень нравится делать это. Ну, вот видите, вам делают подарки, у нас есть звонок, давайте послушаем, кто у нас на линии. Да, пожалуйста, кто у нас? У нас Борис из города Нью-Йорка. Здравствуйте, Борис. Здравствуйте. Это я как раз живу в этом доме, о котором вы говорили. Как говорили, 331 по ВС-25. Ну, спасибо, если вы нам чем-то сможете помочь, я буду рад. Но, кроме того, я еще собираю лошадок тоже. Так что у нас есть общее хобби. Что-что? Есть общее хобби. Какое? Вы собираете собачек, а я собираю лошадок. Лошадок. И сколько у вас этих лошадок? Ну, наверное, штук 50. Здорово. В разных стран и городах. Здорово. А что стало побудительной причиной, что вы начали собирать лошадок? Ну, тоже, как и у вашей собеседницы. Еще очень давно как-то мне тоже подарили хорошую и красивую лошадку. И с тех пор как-то... Но я вообще всегда любил лошадей. А вы знаете о них много, да? Вы читаете, как бы знаете о всех... Ну, стараюсь смотреть фильмы. Какие виды лошадей бывают, где какие растут, как, чего, да? Ну, уж я не такой большой знаток в этом плане. Ну, у каждого человека есть какие-то наклонности. А скажите, пожалуйста, у вас есть дети, внуки? Естественно. А они разделяют ваш интерес к лошадкам? Это как-то, как-то это, ну, я знаю, занимает их и делает их более интересным жизнью. Да, ну, вообще, это украшает. Ну, я считаю, что человек должен иметь какое-то хобби. Но если можно переключиться... А все-таки что-то удалось добиться с нашим домом? А, с вашим домом, да. И окна выходят как раз на этот... Может быть, что-то может ответить нам, собеседница? Хорошо, хорошо, Борис. Сейчас мы спросим. Зина, есть какой-то ответ по поводу этого дома, который вы так сказали? Человек живет в этом доме? Есть ответ. И надо продолжать двигаться дальше. К сожалению, это не... Ничего не может случиться овернайт, как здесь говорят. К сожалению... Да, вы знаете, как долго нужно вести переписку для того, чтобы чего-то добиться. Вот для этого еще раз я повторяю, хочу сказать. Сейчас мы просим. Нам нужны люди. Нам нужны люди для акций протеста. Финансовые спонсоры, переводчики, информационная поддержка на русском, английском. То есть кто-то, кто может писать статьи, репортажи, освещать события. Вот мы просим людей, пожалуйста, это могут быть организации, семьи, индивидуалы. Вы приходите к нам, присоединяйтесь, мы вас ждем. Ну вот этот жалонок показывает о том, что как бы люди надеются на вас, люди как бы ожидают от вас какой-то помощи. Мы хотим просто объяснить, что значит на вас, мы ведь не какая-то организация, мы это и есть вы. А вы это и есть мы. Вот это то, что я хотела сказать. Понимаете, мы все вместе, мы должны думать и заботиться о себе и помогать друг другу. Вот, пожалуйста, приходите к нам, и мы сможем тогда больше программ, больше провести в жизнь нужного и интересного. Вот у нас сейчас я хочу еще об одной программе сказать. Программа называется «Частный случай». Это наш внутри коалиции департамент здравоохранения. Задействованы врачи, психологи, социальные работники. Это для людей с проблемами, знаете, с персональными проблемами. Люди, которые вот комплексы, депрессии, какая-то неудовлетворенность собой моральная, карьеры, может быть, с семьей, образом жизни. Достаточно много таких людей, у которых какое-то чувство неудовлетворенности. И вот эта программа, она помогает людям найти себя и свое место в жизни, обрести гармонию с окружающим миром. То есть, если человек с вами свяжется и как-то себя чувствует неуютно, он может... Хорошо, давайте послушаем, кто у нас на линии сейчас. У нас Лиза из Атланта. Да, здравствуйте, Лиза, вы с нами. Здравствуйте, я очень извиняюсь, я хотела к Борису Тенцеру обратиться, потому что я послала письмо к нему два месяца назад, но никакой реакции почему-то. Может быть, что-то и делается. Если вам... Хорошо, я посмотрю... Лиза, будьте добры, если вам несложно. Одну секундочку. Это какой-то вопрос личный или вы можете сейчас... А это личного был характер. Вопрос... Да, я хотела к правозащитнице в плане ее адреса и... Давайте мы договоримся так, Лиза. Одну секундочку. Помните, однажды выступала. Одну секундочку. Если несложно вам, будьте добры, напишите снова письмо. Я постараюсь найти... Но напишите письмо еще раз и укажите ваш номер телефона. Я вам позвоню с удовольствием. Хорошо? Я послала, а никакой реакции. Напишите, пожалуйста. Я прошу прощения. Скажите, пожалуйста, а вот как вы представляете? Вот человек, вот частный случай, частный случай. Как можно помочь человеку? У него какая-то что? Одинокий или что? Я же говорю, вот это очень часто встречающиеся такие люди с какими-то комплексами. У него неудовлетворенности какие-то, депрессивные. Я не медик, я инженер. У нас работают врачи, психологи, социальные работники, люди-профессионалы, которые знают, как помочь такому человеку. Но можно сказать, как бы вы сотрудничаете, они не работают? Нет, это программа под... Как это? А, это официальная как бы программа. Это программа под... Да, она под эгидой коалиции, но это программа, это самостоятельная программа. Люди должны как-то за это платить, когда они придут к вам на комплектацию? Вы знаете, поскольку программа комплексная, видите, там большой комплекс, ответить я, собственно, не очень о финансах осведомлена, но там и так, и так. То есть что-то, очевидно, может быть за счет иншулинсов, а что-то иначе. Хорошо. Это не ко мне вопрос. У нас сейчас на линии Светлана из города Вашингтона, города-столицы. Светлана, здравствуйте. Здравствуйте, Борис. Вот мы сегодня говорим о русской комьюнити, о людях, у которых есть общее основание, русский язык, которые говорят на одном и том же языке и, в общем-то, исповедуют одну и ту же культуру. Мы как раз сегодня об этом ведем речь. И поэтому вы были нашими гостями, вы рассказывали о том, что вы создаете русскую школу и, в общем-то, центр культуры в какой-то степени русский. Правильно, да? Да, правильно. Но школа была создана три года назад. Да, но она разрослась, она стала уже не просто школа, но с другой стороны, вот у нас, вы тогда когда были у нас в гостях, вы говорили о том, что у вас впереди масса всяких планов, планов, а у нас сейчас на улице сентябрь. То есть, как бы школа должна была начать работать и вообще все эти планы должны были осуществиться. Поскольку мы говорим сегодня о русской культуре и людях, которые русский язык в основу поставили, как у вас, в вашей русской направленности? Что происходит нового? Ну, у нас на носу очень интересное событие, которое мы делаем в первые выходные ноября. День учителя русских школ. День учителя? Да. А почему это именно в первые выходные октября, а не в первые сентября или еще как-то? Ну, нам удобнее это время, поэтому нам нужно было время на подготовку и так далее. Понятно. По определенным вариантам мы выбрали именно этот день. А какие учителя? День учителя кого? В Вашингтоне, всей страны? Мы ожидаем в гости более 100 участников со всех уголков Америки. Мы послали, приглашали во многие школы. И вот сейчас, в общем-то, благодаря Вашему эфиру, у меня есть возможность, чтобы меня услышали по всей Америке люди заинтересованные. То есть, что значит, одну секундочку, Светлана. Это значит, учителя, что ли, да? Это учителя, это директора школ, объединений. Те школы, в которых преподают русский язык? Где преподают на русском языке, даже те же танцы. То есть, мы решили сделать номинацию учителя года, и у нас есть несколько уже претендентов от Канады и от Америки. Мы нашли подарки всем участникам и гостям, которые приедут со всех уголков в Канаду. А какие критерии? Что значит учитель года? Как это понимать? Ну, например, Канада подала заявку. У них есть учительница русского языка, которая преподает более 50 лет в церковно-приходской школе. Более 50 лет? Она уже там, в Америке, в Канаде, то есть? Да, и Канада выставила эту женщину на номинацию, и мы, естественно, поддержим таких людей. Мы тоже готовим номинацию от Пенсильвании, педагога выставили, и мы ждем звонков от других людей. Можно я передам свой телефон в эфире, Борис? Телефон в эфире? Ну, скажите, скажите, коль вы уже тогда говорили первый раз, скажите еще раз. 240-372-3343, 240-372-3343, мне бы хотелось, чтобы мой телефон передали всем заинтересованным людям, своим знакомым. То есть это те люди, которые занимаются русским языком, которые как бы пытаются этот русский язык помочь всем желающим помнить и знать, да? Хранить, да. И кто хочет найти друзей, единомышленников по всей Америке и Канаде, кто этим занимается. А скажите, пожалуйста, как вообще ваша школа существует? Процветает? Как вообще стало больше учеников? Дело в том, что говорить о том, чтобы русские школы процветали, это преждевременно. Наши школы все выживают. В Нью-Йорке вообще нет ни одной русской школы, насколько я знаю. Дело в том, что судьба некоммерческих русских школ никого не интересует. Ни в России, ни в Америке. Поэтому только объединившись, найдя единомышленников и найдя возможность получения грантов, мы можем каким-то образом поставить преподавание на более высокий уровень. А может быть, я еще раз возвращаюсь к этому. Вот мы сейчас говорили, сейчас с моей гостьей, мы говорили о том, что... А насколько вообще это нужно? Может быть, люди не хотят этого? Нет. Дело в том, что это очень нужно. Это способствует углублению и взаимопониманию между представителями Америки, России. Дело в том, что это важно сохранение и для эмигрантов, и для подростков. Потому что наши дети попадают в пространство между двумя культурами. То есть, говорить об этом можно очень долго. То есть, это заставляет уважать не только свою культуру, но и другие культуры. То есть, чем больше вы считаете, чем лучше семья будет поддерживать контакты с русской культурой, тем больше будет уважения к другим культурам? Конечно. И дело в том, что освоение с детства двух или более языков развивает способности к освоению других языков. И тем самым повышает, в частности, шансы молодых людей найти более хорошую работу. Хорошо. Об этом говорить можно очень долго. Единственное, можно я еще скажу, что будет в рамках этого мероприятия, если это можно, Борис? Ну, давайте, если это интересно всем. Я думаю, что это очень интересно, потому что во время этого мероприятия мы подготовили очень интересную программу. Будет семинар «Новые методики преподавания русского языка в англоязычной среде», который готовят два профессора Джордж Таунского университета. Потом будут круглые столы сохранения языка в семье, диалог культур. Мы организовали очень интересную автобусную экскурсию по местам, связанные с Россией и Вашингтоном. Это памятники Пушкину, Сахарову, аллея русских поэтов и так далее. Ох, хорошо. Все, я понял, что... Светлана, большое спасибо. Я понял, что вы держитесь своего пути. Дай Бог, чтобы все было и дальше так хорошо. Мы будем еще возвращаться к вам и как-нибудь уже более подробно расскажем, чего вы достигли где-нибудь через полгодика. Посмотрим, как будут развиваться события. Спасибо еще раз. Всего доброго, Светлана. Всего доброго. Всего доброго. Вот видите, есть какие-то очаги. Я абсолютно согласна с Вашей собеседницей, Светланой, что надо сохранять свою какую-то личность даже в таком конгломерате разных языков, разных культур. Надо оставаться самими собой. А вот интересно, кстати, вот я получил звонки, что, пожалуйста, просят назвать телефон Вашей вот этой коалиции. С удовольствием. Я сейчас продиктую. Уважаемые телезрители, я надеюсь, те, кто желает записать, у Вас есть под рукой ручка. Я сейчас продиктую. 917, 917, 836, 3, 0, 7, 8. Я повторяю. 917, 836, 3, 0, 7, 8. Скажите, Зина, а вот Светлана заговорила то, что мне кажется одной из самых важных моментов. Это молодежь. Это юные люди. Начнем с клуба в Саббэе. Как-то есть какой-то, ну, я знаю, вы ощущаете, что молодые люди тоже участвуют в Вашей жизни, в жизни Вашего клуба. Им это интересно. Молодые, Вы имеете в виду дети наших сотрудников? Ну, начнем с того, просто и дети сотрудников, и молодые сотрудники. А у нас нет возрастного ценза. Но нет как бы специальной какой-то направленности, чтобы для детей сотрудников сделать что-то такое, связанное с культурой их родителей. Мы когда делаем какие-то мероприятия общие, то это для семей, а семья это всегда и дети. А вот в коалиции, когда мы говорим о коалиции, там есть какие-то проекты связанные, которые имеют отношение к молодежи, к юности? У нас, в общем-то, все направлено в основном на молодежь, Вы же видите. Программа, о которой я говорила, вот, после школьного образования, это на молодежь. То есть могут ей пользоваться и взрослые. Я мечтаю, когда она будет притворена в жизнь, это программа, что я сама буду учиться. Там очень важные такие, знаете, основы, принципы существования в Америке, там, главные такие моменты, будут освещены. Но это для молодежи, рассчитано, нацелено на молодежь. А вот есть у коалиции какие-то контакты с такими молодежными направлениями, как музыкальные? Вот у нас в гостях был рок, ребята, которые занимаются музыкой рок, американская. Есть ребята, которые занимаются что, где, когда. Есть ребята, которые там занимаются, я знаю, клубы КСП, самодельные песни. Вы как-то контактируете с такими организациями? Вы знаете, что я вам скажу? Опять же, я повторяю, все, что люди к нам приходят, мы приглашаем. Пожалуйста, мы всех ждем. И рок-группы, становитесь нашими членами. Мы будем очень рады. А у вас уже есть залы, где вы можете провести рок-концерт? Я же сказала, мы не имеем средств, к сожалению, поэтому у нас не может быть залов, потому что нет денег. Но я думаю, что вместе мы сможем сделать очень многое. Очень многое. У нас вообще такой девиз. Если не мы, кто еще? Если не сейчас, то когда? Это девиз Коалиции. Это девиз из еврейской древней истории. Если не я, то кто? Если не сейчас, то когда? Я не буду переводить на еврей, но это действительно, это древнее еврейское. А скажите, пожалуйста, вот как-то присутствуют еврейские какие-то проекты? У вас есть какие-то мысли о еврейском? Поскольку большая часть русскоговорящих людей, которые приехали в Америку, это, в общем-то, составляет люди еврейской национальности. Да, у нас входят организации, которые еврейского направления, так скажем. Вот у нас, я не помню все, знаете, у нас 15 департментов, я вам просто хочу сказать. Специальные метры какие-то проекты, которые вы помните. Есть у нас такое History Preservation, называется, департмент. Ну, там, конечно, о еврейской культуре речь идет. Мы вообще хотим создать музей, это один из наших проектов, музей нашей эмиграции. И такого не существует вообще. Музей эмиграции. Музей эмиграции, да. Может быть, я не знаю. Это один из наших проектов. Кстати, я хочу сказать, если кто-нибудь из наших зрителей, это я уже обращаюсь к нашим зрителям, если кто-нибудь знает что-нибудь подобное, музей эмиграции, нашей эмиграции, русскоговорящей, русскоязычной эмиграции, то, пожалуйста, напишите об этом Борису Тенсору на RTN. И мы более подробно расскажем о том, что такое музей есть, или, по крайней мере, его пытаются создать, или что для этого делают. И вообще, если у вас есть какие-то свои организации, свои какие-то идеи, свои какие-то цели, которые вы для себя ставите, или группа людей, которые вместе с вами, пожалуйста, напишите. Я с удовольствием, может быть, если вы в других городах, может, мы поговорим по телефону, а может быть, вы приедете к нам в студию. А сейчас я хочу еще раз поблагодарить вас, Зина, за участие в передаче. Большое спасибо, очень приятно. Единственное, я хочу спросить вас, скажите, вот бусы, которые так красиво, это тоже вы сделали сами? Да, и это, и это, то, что я сделала сама. То есть, все, что, не, микрофон, это наш. Микрофон ваш, я отдам его. А все остальное на вас. Ну что, очень приятно и красиво. Спасибо. Что ж, хорошо, всего вам хорошо, большое вам спасибо. И спасибо вам, уважаемые телезрители, за то, что вы были с нами в этот час передачи. До новых встреч в эфире, ВКонтакте и с Борисом Тенцовым. Всего хорошего. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!